здравствуйте вы смотрите проект в гости сегодня с нами человек которого по праву называют настоящей легендой российского цирка это клоун май здравствуйте май здравствуйте добрый день бодрый клоун май евгений бернардович майхровский представитель цирковой династии которая насчитывает более ста лет на арену маленький женя начал выходить с детства вот только в будущем планировал стать драматическим артистом поступить в театральный вуз первой попытки не удалось и тогда выбор был сделан в пользу циркового училища с тех пор артист евгений майхровский много десятилетий не покидает манеж его клоун май стал одним из легендарных персонажей советского а потом и российского цирка а сам евгений бернардович в этом году отметит свой восьмидесятилетний юбилей скажите как человек с таким весенним именем переносит суровые владивостокские морозы ну в общем то я февральский поэтому это не проблема я родился 12 февраля февраль говорят кривые дороги у меня все дороги тоже кривые по разным странам и по россии поэтому в общем то больших проблем не бывает я знаю что не первый вас визит во владивосток столько говорят не живут сколько я был раз в владивостоке ну во первых я сюда приехал впервые в шестьдесят шестом году здесь еще где там где у вас знаменитая ваша подводная лодка там стояла шапито потом я приезжал неоднократно перед гастролями в японии в монголии в южной корее вот все гастроли которые проходили в эту сторону они проходили конечно через владивосток поэтому в общем то у меня этот город вызывает только самые лучшие чувства я еще помню песню когда мы уходили в японию и только бухта золотого рога нас провожает в тихий океан с вами вот такой очаровательный компаньон ваш цирковой артист по имени фили а расскажите кто еще с вами будет радовать вас только в облике филе них у меня несколько и все они зовутся просто филя просто фили вот ну и гуси гуси это фирменный знак до фирменный фирменный вообще самого начала был пока не было спектакля каштанка где гуси иван иванович вот это было до 85 года там были у меня и свинья и гусь и тетка каштанка собачка на кот тимофеевич спектакль лет пять возили приехал кстати в японию я уже без спектакля а имперсарио увидел этого гуся и всю работу я там гусь умирал я его клал и он умирал как бы а он увидел говорит слушай очень красиво сделай а там гусени мы не везли с собой гусей туда нельзя провозить гусей собак можно провозить лошадей можно провозить туда а гуси гусей ни в коем случае ну так по ветеринарии японской я пошел набрал там гусей выбрал шум 10 из них отобрал 1 2 для дублера у меня на все дублеры вот все что делает филя делают и другие собаки все и гуси у меня все четыре делают все что на манеже делать каждый из них только у меня дублеры скажите а репризы вот вы сейчас рассказали да как появилась одна из них это чаще всего как раз такое вот стечение обстоятельств и случайно возникающая идея или все таки бывает собаки придумывают гуси придумывают люди зрители авторы специально профессионалы ну конечно сам головой работаю слежу за жизнью наблюдаю главное наблюдать за животными с которыми работаешь в принципе других партнеров оригинальных нет у меня вот например на же гусь у меня вот сделал вот так я его взял так ловил в японии кстати говоря это японский гусь придумал у меня бегал 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 потом я его взял и вместо того чтобы гуси умирал я делал репризу гипноз я клал гуся усыплял его вот потом он у меня убегал его хватал половину японцы очень смеялись когда все это происходило потом я убрал сюда его и вот голова лежал здесь вот здесь лежала голова и вдруг он убрал я ее взял положил обратно он раз собрал взял положил обратно и вот то что я сделал потом это он во сне мне приснился гусь и этот трюк я поднимаю значит так кладу сюда он сюда кладу сюда он сюда момент поднимаю кладу и он кладет туда куда маленькие такие красочки которые говорят они стандартном решении не лобовых каких-то так меня учили педагоги у меня потрясающий был педагог он сделал много очень номеров для цирка для эстрады сергей андреевич каштелян мой первый педагог потом со мной работал марк саланович местечки володя крымко очень многие художник костюм придумал радыги на точку над этим костюмом из деталей все раз на рождалась придумал знаменитый художник работал в большом театре во мхате леонид александрович окунь вот приблизительно те придумки и которые складывался и образ и репертуар а вот я кормлю ну что там смешного может быть и интересного я кормлю собак сосисками в манеже выхожу сажусь сам хочу покурить они прибегают я их кормлю я не буду говорить там много очень тоже поворотов всяких инсинуаций смешных а получилось очень просто одна же они между гастролями дома в москве я только начинал работать и у меня были собаки их четыре было они сидели там другой комнате а и мы сидели на кухне ужинами вдруг прибежала одна я и дал и мы беги на место она убежала через две минуты прибежали все вот так родилась вот вам еще один пример с гусем я вам рассказал как тоже помог знаменитый писатель антон павлович чехов к штанге да кстати с классикой я много работал к штанг а затем спектакль бомбараж я тогда еще золотухина и этот фильм не видел в семьдесят шестом году семьдесят седьмом году получалось это 60 лет советской власти был спектакль посвящен и решили в цирке сделать бомбараж там надо было у меня диплом с отличием по всем жанрам кроме дрессуры хищников и кроме вокала это факультативный предмет был все остальное я с диплом с отличием все пятерки были то же пахал как негр ну вот и не пела тут надо было петь и конечно оркестр это в пермском цирке было и спеть с оркестром еще на это же просто спеть это одно хотя голос у меня был приличный говорили что приходила такая на эстраде работала педагог по вокалу петкер это жена знаменитого актера мхатовского петкера вот и она говорит давай переходим ты ведь все вокалист хороший будет так вот когда с оркестром мне предложили спеть бомбараша а вот я на фронте был ох ты боже мой неприятеля губил ох ты боже мой а для военных для целей посылают кто вообще ну и так далее все песни буквально этого фильма но исполнялись и когда я с оркестром начал петь оркестр сыграл мне вот нет нет давайте еще раз мы не совпали давайте еще раз мы не совпали давайте еще раз мы не совпали оркестр встал вместе с дирижером горько пока не отрепетирует в пианино и ушли да поэтому все это стало непросто вот на потом все пошло как по натом вот так вот сашенька а что касается хищников если бы предоставилась возможности судьба бросила бы вам такой вызов приняли бы я не трус я работу выходил в клетке я работал с такими дрессировщиками как назарова как бугримова знаком хорошо был с вальтером запашиным с мстиславом запашиным со слонами но это не считается хищей но опасно очень животные это я на собственной шкуре понял со слонами одна же клетки должен был делать пока ставят клетку тогда сеток не был таких подъемных оставили секции клетки чугунные такие они металлические тяжелые вот пока их выставляли я работу еще не закончу уже все установили они уже пустили кто-то у них лев вырвался и раньше времени пошел так я через эту клетку буквально перепрыгнул 3-4 или больше и я как взлетел на нее потому что он шел и такой вариант тоже был много интересных и опасных конечно профессия клоуна очень опасны я понимаю что клоун май человек в душе наверняка вечно молодой но тем не менее вы такой уникальный персонаж перед глазами которого и при вашем непосредственном участие разворачивалась история сначала советского теперь российского цирка вот в чем вам видится если они есть какие-то основные отличия вот цирка советской поры и нынешнего современного российского вопрос так больной поэтому я все равно даже буду в образе клоуна мая говорить это весело ночью конечно разница есть и не потому что я как многие вспоминают и ах вот когда-то там у нас было так хорошо у вас так сейчас плохо по количеству спектаклей по количеству выездные выезда за рубеж наших актеров по количеству уникальных номеров аттракционов созданию их оформлению к так называемого конвейера это то есть конвер это идет по россии 42 цирка раньше было 70 с лишним церков сейчас не очень стремятся наши программы брать раньше говорили им прислали просто простите чтобы мы ехали сейчас мы уговариваем в общем то цирк жив а с точки зрения творчества зрелищности того на что идет запрос от публики вот вот в этом какие изменения произошли ну в общем со школы слабовато стало да да раньше я вот рассказывал в начале разговор нашего саша что преподавали мхатовские актеры преподавали вахтанговские актеры речь педагоги из театра сатиры приходили лучшие актеры эстрады преподавали сейчас как-то с этим или дороговато для циркового училища или в общем то требования снизились к выпускникам циркового училища это необходимо школа это вещь это то что надо я вот выпустился из циркового училища я играю на саксофоне я играю на трубе я акробат жонглер эквилибрист на проволоке на руках партерная прыжковая эквилибристическая подготовка то есть это нас выпускали по высшему пилотажу сейчас все пока даже попроще как-то много очень хороших хорошего освещения современном очень высоком уровне костюмы много очень сделано в этой линии внешнего эффекта но цирк всегда был силен внутренним содержанием с этим поменьше послабее но и наша программа уже наверное поговорим немножко о программе она во первых династийная тут несколько династий династии иллюзии воздушная гимнастка династия на его их это я еще со всеми братьями она его работал и здесь в этой программе молодые очень балетная группа хорошая молодая вот это все сливается сейчас здесь и конечно различий жанров у нас очень оригинальная дрессу обезьяны кенгуру дочь зятем они у них там очень своеобразная сценка в ресторане с кенгуру охранники бывают очень жерсткие в магазинах так сказать в общественных заведениях так вот вот это происходит такая своего рода можно сказать критика кенгуру лечит сатиру сетей у меня два варианта так сказать и положительный и смысл и отрицательный на это все построено всегда всегда должно быть какой-то подтекст смысл должен быть во всем прямолинейно это не очень всегда хорошо надо чтобы думали хотя бы на клоуна или другой номер когда смотрят говорили вот раньше так говорили дурак дурак а дурак чтобы закончить нашу беседу на исключительно мажорной ноте вот клоун это человек от которого всегда ждут какой-то порции веселья радости положительных эмоций у вас есть свой фирменный рецепт хорошего настроения которым не грех поделиться со зрителем я хожу в баню отличный рецепт регулярно мы ходим в бане мы играем в шахматы пьем чай отдыхаем паримся до самозабвения фирменный какой-то вот свой это так что приходите до встречи а а а и 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